Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А применительно к здоровому образу жизни игра в футбол – хорошее тому подтверждение. На поле брянского кадетского корпуса в товарищеском матче сошлись команды кадетов и Центра здоровой молодежи. И поверить было трудно, что среди игроков есть люди, проходившие реабилитацию от всякого рода зависимостей. Воспитать здоровую молодежь, показать, что такое настоящая жизнь без алкоголя и наркотиков – основные цели этих акций. А приглашенные звезды цирка могут показать это как нельзя лучше. Как раз само участие артистов цирка «Братьев Запашных», возможность поиграть с ними в футбол, наверное, лучше, чем какие-либо другие уговоры о здоровом образе жизни, могут подействовать на тех, кто принимает участие от молодежи и от революционного центра в нашей сегодняшней акции. В первой игре команда Центра здоровой молодежи уступила кадетам со счетом 5-3. Но никто не унывал, ведь все ждали игры с командой цирка «Запашных». И чтобы все вдоволь смогли насладиться футболом, было решено провести две игры по 25 минут. Сначала «Запашные» сыграли с Центром здоровой молодежи, а потом с кадетами. Матчи прошли на одном дыхании. И даже несмотря на то, что звезды цирка проиграли две игры, это не главное. Дело не в победе, дело просто в мероприятии, в самом как бы позитиве. Ну, приятно, конечно, выигрывать, но я думаю, что само мероприятие лучше, чем как бы победа или еще-либо. Побеждает всегда дружба, дружелюбие и любовь. Я очень воодушевлен, рад. Я не знаю, где бы еще поиграл с братьями «Запашными». На такого рода акции братья «Запашные» обычно ездят вместе. Но на этот раз приехал только Эдгард. Объяснил он это простыми житейскими проблемами. Эдгард сам очень любит футбол и не прочь поиграть в свободное время. Каждое воскресенье мы играем. У нас две команды. Но обычно мы играем в мини-футбол, это не наш профиль. Вы видели сегодня, нам трудно было почувствовать площадку маленькую, все время в ауты играли. Мы обычно на больших полях играем. И в таких акциях участвует охотно и считает необходимым повышать здоровый дух молодежи. Не первый раз уже принимаем участие. Спорт, он действительно пропагандирует здоровый образ жизни. Он действительно влечет за собой массы, выводит ребят, так сказать, с улиц, с дворов, с темных подъездов, на футбольные поля, на хоккейные площадки. Когда люди начинают заниматься своим здоровьем, понимать, что такое будущее, начинают обращать внимание на своих детей, приводить в различные секции своих детей. А по поводу прошедшего футбола Эдгард подчеркнул хорошую подготовку и уровень команд. Игра была равная, в смысле, несмотря на их возраст, они старались и не уступали нам по физике. А далее воспитанники кадетского корпуса и Центра здоровой молодежи продолжили близкое знакомство с Эдгардом Запашным уже в актовом зале Брянского кадетского корпуса милиции. Все просто засыпали артиста вопросами, а он, в свою очередь, охотно рассказывал о своих трудовых буднях. О том, что сидя в подворотнях и подъездах, ничего в жизни не добьешься, нужно иметь цель и уверенно идти к ней. Андрей Мамошин, Дмитрий Комаров, События Брянск.